С вами Николай Пименко в проекте ДАТА. Сегодня 10 февраля. День дипломатического работника в России. Также сегодня отмечается Всемирный день зернобобовых. Наиболее распространенными видами являются фасоль, горох и чечевица. Цель этого дня повышать осведомленность общественности о питательной ценности разнообразного рациона питания, который, естественно, включает в себя зернобобовую культуру. В этот день появились на свет 1728 год. Петр III. Вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым. Так писал о нем Ключевский. Император носил прусский мундир и прусскому ордену отдавал предпочтение перед русским. Все это вызвало государственный переворот, по мнению историков, который совершен гвардией в пользу Екатерины II. Но мне кажется, что личное дело тоже имело существенное отношение к этому процессу. 1898 год. В этот мир приходит Бертольд Брехт. Немецкий поэт, драматург и режиссер. Лауреат Международной Ленинской премии. Был членом Всемирного совета мира. В 1903 году родился Матвей Блантер. Композитор, музыкально-общественный деятель, автор многих популярных песен. Только назову некоторые. Катюша в лесу при фронтовом. 1911 год. День рождения Мстислава Келдыша, российского математика и механика, президента Академии наук СССР с 1961 по 1975 год. Говорят, что какое-то время его эта должность тяготила. Уж очень хотелось заниматься просто советской наукой. В 1915 году родился Владимир Зельдин, актер театра и кино. А в 1938 году Георгий Вайнер, автор популярных детективов, которые он написал в соавторстве с братом. Опять же, некоторые названия. Визит к Минотавру, гонки по вертикали, эра милосердия. Более нам известная по названию киноверсии. Место встречи изменить нельзя. В 1962 году рождается Максим Леонидов, певец. А в 1963-м Людмила Артемьева, актриса театра и кино, телеведущая. Ну и о некоторых событиях этого дня. 1857 год. Издание указа императора Александра II о сооружении в России первой сети железных дорог. В 1909 году в Брандебурге, в Германии, военный оркестр 17 раз отыграл гимн «Боже, храни короля» в ожидании английского монарха Эдуарда, который никак не мог надеть форму немецкого фельдмаршала. Бывает же такое? 1920 год. Группа рабочих публикует в вечерних известиях Моссовета гневное письмо под названием «Уберите чучело». Речь идет о памятнике революционеру Михаилу Бакунину, работы скульптора Королева, который стоял на Тургеневской площади. Это была фигура из бетона, которая была выполнена в кубистском стиле. Моссовет постановил убрать. Впрочем, по одной из версий, истинной причиной низвержения королевского Бакунина было непонимание кубизма самим Лениным. 1942 год. Первый золотой диск вручается Олтону Глайну Миллеру за его произведение. В 1948 году постановлением ЦК ВКПБ о декадентских тенденциях советской музыки ведущий композитор обвиняется в том, что они снизили высокую общественную роль музыки и сузили ее значение, ограничивая его удовлетворением извращенных вкусов эстетствующих индивидуалистов. К реакционному буржуазному искусству отнесены художники Гоген и Сезан, архитекторы Гропиус, композиторы Дебюси, Равель и Стравинский. Разгар борьбы с космополитизмом. В 1990 год советский лидер Михаил Горбачев во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем выражает согласие на объединение Германии. А в 1993 году начинается первый в истории визит Папы Римского в исламскую страну. В столице Судана Иоанн Павел II встречается с главой правительства. Накануне визита Папа Римский осуждает преследование в Судане меньшинств, особенно католиков, которые вынуждены бежать с юга страны и сконцентрироваться в столице, где их насчитывается несколько сотен тысяч. 2007 год. Владимир Путин впервые посещает Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности, где зачитывает доклад, названный Мюнхенской речью Путина. Событие дня. Петербург, 1837 год. В своем кабинете в 2 часа 45 минут пополудни уходит из жизни Александр Пушкин. Когда печальная весть достигает Москвы, Михаил Погодин запишет в дневнике. Подтвердилось, не верится. Вспомнил предсказание ему. Как-то 20-летний поэт попал к знаменитой гадалке Александре Киркгоф. Та обещала отчаянно нуждающемуся в средствах Пушкину скорую прибыль, а еще известность, две ссылки и женитьбу. Сказала, что может прожить долго, если на 1937 году будет остерегаться белокурового человека, белой лошади и белой головы. Уже на следующий день Александр Сергеевич нежданно-негаданно получил деньги. Позже сбылись предсказания о ссылках, а готовясь к дуэли с графом Толстым по прозвищу «Американец», Пушкин мрачно шутил. «Этот меня не убьет, а убьет белокуры, как колдунья напророчила». Дантес, как известно, был блондином, носил белый мундир, и лошади в его полку были исключительно белыми. А мы потеряли поэта. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».